Меня часто спрашивают в комментариях, как по тому или иному симптому, который проявляется на вашем автомобиле, можно определить неисправность этого самого автомобиля. И у меня на канале даже есть специальная рубрика, которая так и называется «Я у мамы диагност», где я рассказываю, например, как, увидев какой-нибудь синий дым из трубы или белый дым из трубы, определить, в чем именно заключается неисправность, то есть почему машина жрет масло или куда именно может уходить антифриз и так далее. В этом видео я вам расскажу, как можно диагностировать попадание выхлопных газов в систему охлаждения автомобиля с помощью специального диагностического оборудования. Заодно проведу обзор этого самого оборудования, ну и, как говорится, приятное с полезным совместим. Сначала немного теории о том, откуда в принципе в системе охлаждения могут взяться выхлопные газы. И я подчеркиваю, именно в выхлопных газах речь пойдет, а не о воздухе или о кислороде или о другой какой-то субстанции. Ну, все достаточно тривиально, да, если у нас есть двигатель, там происходит процесс сгорания, и выхлопные газы у нас в систему охлаждения могут пройти через, ну, буквально пару вещей. Во-первых, чаще всего это прогоревшая прокладка головки блока цилиндров, а второе это непосредственно какое-нибудь механическое повреждение в виде микротрещины в самом блоке цилиндров, головки блока, ну, неважно, да, то есть именно в том месте, где происходит охлаждение с помощью антифриза нашего агрегата двигателя. Соответственно, если там происходит какой-то пробой, то у нас может пойти как выхлопные газы, так и масло в систему охлаждения, также и обратно антифриз может у нас пойти в цилиндры. Более подробно, если интересует информация, то есть как определить и отделить котлеты от мух, я могу рассказать, если такой запрос будет в комментариях, там наберет какое-то количество лайков. Так вот, здесь же скажу буквально вкратце. Во-первых, если масло идет в систему охлаждения, то это визуально будет видно непосредственно по частоте самого антифриза. Если бачок достаточно прозрачен, то он, ну, вы будете видеть, что он грязный, да, то есть в масле. Либо можно открутить расширительный бачок и сунуть туда не палится что-то белое, например, листок бумаги. Если на нем есть масляные разводы, это уже хреново, это значит, что система охлаждения не в порядке, вам необходимо двигатель починять. Второе, если антифриз начинает пробивать в цилиндры, вы это можете заметить и почувствовать, когда даете газку и у вас за бортом, за кормой происходят достаточно сильные и густые клубы белого дыма. Они, как правило, очень белые, очень густые и чем сильнее это самое механическое повреждение, как следствие, большее количество антифриза идет в цилиндры, то таким образом этот дым сильнее становится. Здесь очень важное замечание, что когда повреждение достаточно сильное, что когда тачка постоит и, например, в какой-то цилиндр этот антифриз просто из-за большой какой-то пробоины накапал туда в большом количестве, при запуске мотора вы можете сразу же поймать гидроудар. Просто потому что, ну, большая пробоина и вы запустили проблему. Понятное дело, что при любом механическом повреждении, значит, силовой установки, ну, в смысле, там, блока, головки блока или пробоини прогаре прокладки, в принципе, это достаточно серьезная проблема, она очень плохая, ее необходимо прям сразу решать. Я очень часто вижу, причем, машины, и не совсем старые, сзади из которых, из выхлопной трубы выходит там либо очень сизый дым, либо очень белый, ну, и вот это вот все. Либо антифриз, который капает. Ну, то есть, это такие проблемы, которые надо решать и не запускать. Вот о причинах, пожалуй, вкратце все. Понятное дело, их можно больше поднасобирать, но видео не об этом. То есть, видео не называется «10 причин, почему у вас уходит антифриз». Такое видео уже есть вот тут вот. Ну, понятное дело, ты еще можешь увидеть какие-нибудь подтекания антифриза, да, если у тебя патрубок рассохся, где-то хомут ослабился, и, ну, ты увидишь соответствующего цвета подтеки вот в этом месте. Мы сейчас же ведем речь о том, как понять, значит, выходят ли выхлопные газы в систему охлаждения. Самый простецкий способ, конечно же, если вы знаете или есть намек на то, что у вас у автомобиля есть проблемы с системой охлаждения, то, конечно же, на горячую, вот как я сейчас делаю, желательно не откручивать пробку радиатора или расширительного бачка, потому что в случае с гораздо сильно повышенным давлением, нежели в рабочем состоянии, вы можете получить ожоги, иногда несовместимые с комфортной жизнью. Так вот, определить, когда у вас уже, опять-таки, запущенная ситуация, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения, достаточно несложно по вышеизложенным, да, фактам, которые я сказал, ну, и также можно открутить расширительный бачок, запустить двигатель, прогреть до горячей, немного погазовать и посмотреть, выходят ли оттуда какие-нибудь пузыри воздуха, ну, точнее, пузыри какого-то газа. Если пузырики идут при добавлении оборотов, ну, такое себе. Тем более, если вы приехали откуда-то, открываете пробку расширительного бачка и видите уже небольшую пену или, скажем так, плавающие пузырики, то это печальный признак. Но что же делать, когда, значит, пробоина только в начальной стадии, и вы хотите, ну, например, на автосервисе работаете или, в принципе, впрок хотите все это дело диагностировать? Существуют приборы, которые, конечно же, стоят денег гораздо дороже, нежели ваши визуально-нюховые и осязательные по жизни пригодившиеся вам приспособления в виде рук, носа и глаз. Вот, например, обзор которого я, собственно, и хотел произвести, но решил все это дело показать на примере своего автомобиля. В данном случае он так называется специнструмент для автосервиса, тестер для проверки герметичности системы охлаждения. Называется CarTool CT1175. Здесь я сразу скажу, что существует достаточно много способов, очень креативных, кастомных и, скажем так, дедовских, по определению этого самого выхлопного газа в системе охлаждения. Там кто-то презерватив натягивает сюда, кто-то специальные, значит, индикаторные жидкости покупает вместе с гидрозапорами и вот колхозит. Ну, кто сколько знает, напишите об этом в комментариях. Я тоже некоторое количество знаю, но в этом видео решил остановиться на одном способе, который, ну, специально для этого был приспособлен. Ну и буквально пару тезисов о том, почему же опасно это самое наличие выхлопных газов в системе охлаждения. Во-первых, потому что они ухудшают отвод тепла, так как теплоемкость газов гораздо меньше, чем теплоемкость жидкости. Во-вторых, они, как следствие, нагревают всю охлаждающую жидкость и, в принципе, у вас двигатель сталкивается с повышенным температурным режимом работы. И, в-третьих, потому что образовываются воздушные пробки, ну, или газовые пробки, да, что, конечно же, неблагоприятно способствует все так же на охлаждение двигателя. Если движок еще и термонагружен, это вообще все плохо. Конечно же, клинар можно поймать в два счета. Это одни из основных причин. Их, конечно же, может быть больше в зависимости от специфики автомобиля, ну, и, в принципе, от ситуации. Итак, давайте ближе к делу и попробуем понять, есть ли в моем автомобиле негерметичность системы охлаждения и самое основное, конечно же, прорыв выхлопных газов в эту самую систему охлаждения. Достаем прибор. Он достаточно тривиален. Состоит из вот такой вот жидкости индикаторной, из пустой бутылки. Самое главное, из вот таких вот двух камер, в одну из которых наливается жидкость, а во вторую поступают, собственно, газы, которые выходят из расширительного бачка или радиатора и потом смешиваются с этой жидкостью, окрашивая ее в цвет, в другой цвет, да, скажем так, по мере наличия этих самых СО2. Груша для закачивания и, собственно, штуцер-переходник в случае с радиатором. То есть, если у нас вот такой вот резиновый наконечник на колбе, то мы будем использовать его с расширительным бачком. В случае, если у нас расширительный бачок где-то неудобно расположен или нет определенного отверстия, мы снимаем вот эту резиновую, резиновый набалдашник и вставляем вот этот вот латунный штуцер. Его же, в свою очередь, закрепляем на крышке радиатора непосредственно. То есть, это так и называется адаптер для радиатора. Я его использовать не буду, просто потому что, конечно же, удобнее таким образом. Берем колбу. Инструкция, кстати, есть на один листок. Она абсолютно короткая и тем лучше, потому что читать долго в основном люди не особо любят. Так, нахлобучили. Две камеры разъединяются вот так вот. Сюда проходят у нас газы, а сюда сейчас индикаторная жидкость поступит. Снимаем кэп и наливаем. Устанавливаем, держим, запускаем двигатель и ждем, пока пары не пойдут в нижнюю камеру. После чего подкачаем и будем смотреть, окрасится ли вот эта синяя жидкость в другой цвет. Окрашивается она в зеленый цвет, если газов небольшое количество проходит. Если же она окрасится в желтый цвет, значит, СО2 уже настолько много, что необходимо чинить двигатель. Давайте проверим. В общем-то, машина полностью прогрета. Я даже специально еще отъехал на другое место, погазовал, чтобы полностью прогреть, ну, то есть, даже подперегреть движок. Некоторое время постоим вот таким вот образом, после чего давим на грушу пару-тройку раз, запуская из этой камеры воздух вот в эту. Ну, не воздух, точнее, а газ, если он там присутствует. И смотрим, насколько цвет этой жидкости поменяется на зеленый или на желтый. Оп, смотрим. Видите, нижний стержень уже побелел прям. Он был прозрачный, видите, побелел. Смотрим. То есть, СО2, проходя через вот эту вот жидкость, начнет менять ее цвет, если он, конечно, там присутствует. Обращаем внимание, что нижняя камера уже начинала наполняться небольшим, ну, каким-то паром. Смотрим. То есть, нам необходимо добиться прогрева автомобиля, когда из расширительного бачка уже начинает выходить пар. Вот видите. Я не знаю, видно на камеру или не видно, но видно, как вот эта вот резиновая часть немного потеет, когда я ее ближе подношу. Смотрите. Видите? У меня из расширительного бачка уже выходит пар. Вот в этот момент мы вставляем и придавливаем. И вот таким вот образом накачиваем. Ну, у меня-то машина, естественно, в идеальном техническом состоянии, конечно же. Нет, жидкость вообще ни на йоту не меняется. Если у вас она хотя бы чуть-чуть начинает менять цвет, то необходимо еще подождать, и потом с помощью вот этой груши запустить еще газа в верхнюю камеру. Но здесь, как видите, все в порядке. Сколько? Я уже минут 7, наверное, да, вот так вот стою на бордюре, на картонах. Вот такое вот нехитрое приспособление. Это у меня уже, кстати говоря, в моем арсенале шестой, по-моему, диагностический прибор. Поэтому в ближайшее время готовлю выпуск о топ-5 гаджетах для автодиагностики, которые должны быть у любого уважающего себя автодиагноста, в конце концов. Ну, или просто автолюбителя в гараже, да, скажем так. Нет, тут все в паридосе. Ежели были бы какие-то намеки на СО2 в системе, желтеть бы уже, ну, практически сразу начала. Можно было бы даже особо-то и не держать. Надеюсь, видос вам понравился. Мне кажется, получился и познавательный, и в то же время инструкция еще получилась для вот этого прибора. Потому что я посмотрел в интернете большое количество инструкций, в основном которые растянуты нам на 18-20 минут. Что там показывать так долго, я не понимаю. В общем-то, если какие-то еще вопросы, непонятки остались, как использовать прибор или, может быть, как диагностировать это самое все дело, связанное с поломками автомобиля, вы можете вопрос задавать в комментарии. По мере возможности я буду отвечать, либо, что гораздо, конечно же, комфортнее и лучше, как для меня, так и для вас, это зайти в мою группу ВКонтакте, совершенно спокойненько там пообщаться, создать какую-нибудь тему, прокомментировать видеоролик, там видео тоже все эти доступные и выходят. И точно так же можно зайти в канал в Телеграме, тоже спросить совета у ребят, все люди с опытом в основном, и, конечно же, не обойдут стороной вашу проблему. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, было полезно. Берегите себя, бодрости духа и удачи.